Ты спас меня И вы знаете, что есть многие вкусы, мы много кушаем, но когда кушаем, мы видим разницу в разных пищах, но Божья пища, она самая лучшая. Я желаю бы с вами разум открыть местописание, это будет Евангелие от Матфея, 17 глава, 1 стих. Мы этот стишок размечляли в воскрешной школе, здесь говорится такие слова. По прошествии дней счастья взял Иисус Петра, Иакова и Иоанна, брата его, и возвел их на гору высокую одних, и преобразился пред ними, и просияло лицо его, как солнце. Одежды его сделали белыми, как свет. И мы размечляли здесь, потому что здесь говорится, что он взял только трех, он взял Петра, Иакова и Иоанна. И мы думали, почему он взял только этих трех людей? И когда наш класс начал размышлять, они дошли, и они сделали такой вывод, что Иисус взял их с собой, потому что они искали больше о Иисусе. Потому что в Салмах есть написано, что человек милости, Бог с ним поступает по милости. Человек, как такой, как человек, Бог с ним так поступает. И мы, и это дети, пришли к такому выводу. И я размышлял и думал, что если человек ищет Господа, то Бог обязательно как-то откроет что-то ему. И поэтому мы думали, что Бог больше открывал этим трех мужам, потому что они, может быть, больше искали Господа, а может быть, больше их, во то время их сердца были больше открыты Господу. И второе место я желаю прочитать, это будет Евангелие от Иоанна, 14 глава, и 19 стих. «Еще немного, и мир уже не увидит Меня, а вы увидите Меня, ибо Я живу, и вы будете жить. В тот день узнаете вы, что Я в Отце Моем, и вы во Мне, и Я в вас. Кто имеет заповеди Мои и соблюдает их, тот любит Меня, а кто любит Меня, тот возлюблен будет Отцом Моим, и Я возлюблю Его, и явлюсь Ему Сам». И здесь говорится, что Иисус Сам будет являться нам. И здесь следующий Иуда не искоряет, говорит Ему, «Господи, что это, что Ты хочешь явить Себя нам, а не миру?» Иисус сказал Ему ответ, «Кто любит Меня, тот соблюдет Слово Мое, и Отец Мой возлюбит Его, и мы придем к Нему, и обитель у Него сотворим». Здесь говорится, что Иуда просит, «Что это, что Ты хочешь явить нам, а не миру?» Братья и сестры, Иисус желает каждого человека, который пришел к Нему, чтобы открывать им больше, не только остановиться на достигнутому, но чтобы они возрастали в познании Бога, возрастали в познании благодати, возрастали в познании Духа Святого. Но я знаю, что у нас приходят такие моменты в нашей жизни, что, так просто сказать, мы осуетимся. И у нас есть свои заботы, и мы понимаем, что у нас каждый есть свои проблемы, свои переживания и свои нужды. Но мы знаем, что человек, который приближается к Богу, Бог исполняет все желания этого человека. Написано, что прежде всего ищи Царствие Божие, и все это приложится вам. Братья и сестры, я бы пожелал для вас за себя, чтобы мы больше искали Царствие Божие, потому что, когда мы это ищем, Царствие Божие, все остальное, оно впадает в свои места. В английском говорится, что «everything falls perfectly into place». И мы это видим в нашей жизни, я думаю, старшие люди, когда уже прожили какой-то отрезок жизни, они видят, что когда они ставили Бога на первом месте, то остальное все, оно складывалось там, где оно должно быть. И я много слышу, я думаю, что вы много слышите это слово, что как-то познавать глубины Божьи. Я однажды размышлял, что Бог не только имеет эти глубины, но Бог, как написано в Ефесянам, я сейчас буду считать, говорит, что Бог не только имеет глубины, но Бог имеет высоты, и ширины, и длины. И Бог имеет не только глубины. Мы иногда думаем, что вот некоторые люди имеют какое-то откровение от Господа, и мы думаем, ой, если бы я имел такое откровение от Бога, как этот человек, или как другой человек, или какой-то особенный человек. Но бойтесь, что Бог не имеет не только глубины, но и высоты, как я уже сказал. Я желал бы это место прочитать. Это будет Ефесянам, 3 глава, 16 стих. И это мое желание для вас и для себя. Да дайся вам по богатству славы своей крепко утвердиться духом его во внутреннем человеке, верею вселиться Христу в сердца ваши, чтобы вы, укорененные и утвержденные в любви, могли постигнуть со всеми святыми, что широта, и долгота, и глубина, и высота, и уразуметь превосходящее уразумение любовь к Христову, дабы вам исполниться всею понотою Божью. Я думаю, это самое главное в нашей жизни, пока мы живем на земле, чтобы хвалить Господа и познавать эти глубины, познавать эти высоты и вообще просто познавать Бога в нашей жизни. И знаете, что, хотя я отрезок времени прожил, но не так много, как некоторые, но я вижу, что когда мы ищем Бога, то все идет, как оно должно пойти. Да вас Бог благословит, и да даст вам Бог это дерзновение, жажду, мне также даст эту жажду, чтобы мы были постоянны в познании Бога, мы не только что-то достигаем, и я уже, может быть, знаю больше всех, но еще есть больше, еще есть больше. Если я, может быть, научился что-то, еще есть больше научиться, еще есть больше познавать о Боге, еще есть больше, которые мы не можем постигнуть. И Бог это откроет каждому человеку, который искренне ищет этого. И вы знаете, что когда мы чего-то ищем, оно обязательно нам откроется. Я даже подумал во время проповеди, например, что если кто-то бы застучил вот эти двери или вот эти, то ему обязательно кто-то пошел бы и открыл бы эти двери. Я знаю, что если вы бы постучили, вам обязательно Бог бы открыл вот эти двери. Да благословит вас и меня вместе с вами Господь.